Переломный момент. В гаражных войнах около 200 парковочных комплексов, незаконно захваченных частными компаниями, возвращаются городу. Самозванцы брали гаражи под контроль откровенно бандитскими методами и заставляли людей платить дань. Денис Восковский о контрнаступлении на гаражных рейдеров. В гараже течёт крыша, как вы видите. Вместо того, чтобы её ремонтировать, они просто это закрашивают краской. Народный гараж на улице Жебрунова в аварийном состоянии. Проводка искрит, перекрытия вот-вот рухнут. Охранникам с затонированным стеклом до этого нет дела. Да они ни за чем они следят. Просто раз в месяц собирают деньги. Недавно большинством голосов автовладельцы решили взять управление гаражом в свои руки. Но попробуй сгони этих парней из хлебного места. Освобождать точно такой же оккупированный гараж в Зеленограде пытаются сотрудники городской дирекции гаражного строительства. На стулк из сторожки выходит человек в чёрных очках. Хотим зайти в данное помещение. Откройте, пожалуйста, нам дверь. Я не полномочен открывать вам дверь. От своего руководства никаких распоряжений не получал. Специально для руководства на дверь наклеивают последнее предупреждение с требованием покинуть незаконно занятый объект добровольно. В следующий раз обещает не церемониться. Мы ждём и надеемся, что человек в гамаке, который мы видели по телевизору, и которому, по слухам, принадлежит и наш гараж теперь, ну, наконец, нас покинет. Человек в гамаке Александр Купчин. Учредитель 38 компаний, контролирующих сотни комплексов по всей Москве. Гаражную империю Купчин приобрёл вовсе не путём переговоров и торгов. Понравившийся комплекс его подручные просто захватывали, срезали замки и назначали свои цены. Услуг не оказывали. Это были просто поборы. Недовольных запугивали. Я сейчас приду, болгарку возьму, буду вошли. Давай, давай. Нет, назло, а вы будете пугать? Вы думаете? Вы в России живёте? Если к гаражным рейдерам оказывали сопротивление, они шли на всё. Стреляли и кидали шумовые гранаты, как было в электролитном проезде. Давай, давай, давай! Или поджигали машины, как на Бобруйской улице. Когда не получалось войти в двери, рейдеры лезли в окна. Если атаки захлёбывались, начинали планомерную осаду. В буквальном смысле. Вооружённые люди подгоняли на объект трейлер и начинали в нём дожидаться удобного для штурма момента. Мы знаем, что внутри есть люди. Мы вас слышим. Откройте дверь. Сейчас откроем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим вонять. Сейчас откроем. Этих самозванных охранников всё же удалось прогнать с территории гаража. Но здесь случай особый. Рейдеры, забыв об осторожности, размахивали пистолетами средь бела дня. Обычно силовые акции они проводили ночью или рано утром. Когда приезжали патрульные машины, дело уже сделано. Ошарашенным автовладельцам полицейские объясняли, что не вмешиваются в спор хозяйствующих субъектов. Мы по закону живём или нет? Или мы вот 90-е годы с пистолетами вот там? Я что, старик, пойду сейчас с ними воевать с пистолетами? В апреле казалось, что всё кончено. Почти на всех стоянках автовладельцы сдались и начали исправно платить. На карте города тлели последние очаги сопротивления. Но вот в Куркино люди сначала пошли в суд и выиграли его. Потом дождались судебных приставов, которые выпроводили самозванцев. Те сдаваться без боя не собирались. Едва уехали приставы, рейдеры перешли в контрнаступление. Вновь овладели сторожкой и заперлись в ней. Тогда местные достали болгарки. Живой цепью окружили гаражный комплекс, блокировали все входы и выходы. Пошли на штурм. Открывайте помещение, вы там находитесь незаконно. Так была одержана первая победа над империей Купчина. Ключи где? Ключи, тихо, тихо. Порьешь куртку? Посмотрите, вновление на дверь. Тогда уже решительнее стали действовать и чиновники дирекции гаражного строительства. Оказалось, что у них тоже есть своя служба безопасности. А также, вот ведь неожиданно, воля и желание что-то изменить. Вчера, во время рейда, они выявили еще один незаконно захваченный паркинг. И снова приходится тратить время и нервы. Люди с затонированными стеклами не понимают или делают вид, что не понимают, зачем к ним пришли представители городских властей. Так, мы представители ГУП ДГС, являющиеся владельцами этого здания, этого помещения. Мы принесли вам уведомление о расслаблении договоров. Всего наемники человека в гамаке захватили больше 200 паркингов. Сейчас уже в половине комплексов люди подняли головы и ждут, когда город возьмет их под контроль, выгонит паразитов. Но строгих внушений и уведомлений для этого явно недостаточно. Денис Восковский, Евгений Гриленко, Иван Скворцов, Александр Козенков. Неделя в городе.